Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. И сегодня у нас в гостях Василий Николаевич Гришин, председатель Рязанской региональной общественной организации и комитет ветеранов военно-морского флота. Василий Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Вы у нас в гостях в преддверии празднования знаменательной даты 320-летия с момента образования военно-морского флота России. Правильно! Немножечко давайте коснемся истории. Какое значение в жизни, в истории нашей страны вообще имеет военно-морской флот? Вы знаете, история у нас не самая большая, допустим, как в Англии, или в Испании, или во Франции военно-морского флота. Но все-таки не морская держава. Но мы стали морской державой при Петре I, когда он заставил Боярскую думу 20 октября 1696 года подписать указ морским судам быть. И с этого момента начинается отчисление и большая деятельность военно-морского флота России. И потом создаются и морская пехота в 2006 году, и все создается, и идут боевые корабли. Балтика, Черноморский флот. У нас появляются великие флотоводцы. Федор Федорович Ушаков, адмирал Махимов, адмирал Корнилов. Вот такая плеяда, адмирал Лазарев. Вот такая плеяда поддержала начинание Петра I и провела его сквозь века с большим достоинством. И наши земляки, адмирал Авинов, вице-адмирал Головнин Василий Михайлович, капитан-лейтенант Загорский проявили большое старание для того, чтобы утвердить военно-морской флот России и Россию на морских и океанских побережьях. Так как наша страна имеет самые протяженные границы по морям и океанам в соответствии с другими странами, например. Англия, например, в пять раз меньше имеет морских границ, чем мы, хотя она как остров находится в окружении океанов и морей. А наша страна вообще не могла стать не морской державой. Потом у нас появился Тихоокеанский флот, потом Северный флот появился, потом Черноморский флот уже был. И выход у нас в океан через Балтику, Черноморский флот, а Северный флот и Тихоокеанский флот имеют прямой выход на море. Так что мы не могли не стать морской державой. И в настоящее время мы очень крепко держим военно-морской флаг, охраняющий морскую береговую черту от нападений разных, скажем, мягких недругов с одной стороны. Это понятно. А теперь немножечко поговорим о том, какое Рязань имеет отношение к военно-морскому флоту. У нас довольно сильное морское сообщество, региональное отделение комитета ветеранов военно-морского флота. Расскажите о традициях, которые хранятся в нашем городе, связанных с морем. Вы знаете, вот мы с прошлого века доказывали, что Рязань это морской город. И на самом деле первый корабль «Орел» был построен на Рязанской верфи. И он ушел на Каспийское море. Это еще во времена Петра Первого? Да. Это вот там Воронеж, там другие города, там Ярославль. Пытаются присвоить себе звание, что там началось кораблестроение. А первый корабль был построен здесь, у нас, в Рязани. У нас в Рязани очень большое количество адмиралов и моряков, служивших и на Варяге, и совершавших кругосветные путешествия, и исследовавших Аляску, и возвращались с такими, с хорошими результатами для всей России, а не только для нас. Я их называл уже, Василий Михайлович Головнин, Загозкин, адмирал Авинов. Такие-такие имена, это самые серьезные такие. А сколько у нас матросов служило на Варяге, принимали участие в Тусимском сражении, там очень много. В Великую Отечественную войну наши моряки и моряки надводного флота, подводники, морские пехотинцы проявили себя с очень большой и хорошей стороны. У нас даже сейчас есть живые, вот, например, старшина второй статьи Феофанов. Он до сих пор жив, ему пошел 101 год. Уходят из жизни сейчас наши лучшие такие товарищи, капитан Пирога, Котляр Андрей Никитович. Ну, еще есть и живые. Мало, правда, у меня их осталось, боевых стыков. К тому же, хочу сказать, что при указе президента в 1996 году был, страна, наша Россия праздновала 300-летие российского флота. И Рязань не осталась в стороне. Благодаря морскому сообществу, нашим ребятам, которые вышли из Баку, 60 человек во время гражданской войны в Азербайджане и других флотов, вышли, заняли активную позицию. И 18 октября 1996 года мы заложили камень будущего памятника морякам-рязанцам в честь 300-летия российского флота. А 20 октября Рязань достойно чествовала своих горюков, своих моряков в театре драмы. И мы были очень довольны тем, что вот на такой далеко от морей и океанов столице народ чтит и любит моряков. Сейчас, спустя 20 лет, снова готовятся торжественные мероприятия. Немножечко просветите нас, что будет в этом году. С большим удовольствием. За это время, с 1996 года, мы создали и парк морской славы, поставили памятник морякам-рязанцам. В парке морской славы поставили остров подводной лодки. В парке морской славы названы именами героев моряков, прославивших Россию в том или ином ключе, включая современных. Мы в четырех школах 57-й, 62-й, 19-й, 69-й открыли музеи морские. В Касимове заложили камень памятника морякам-адмиралу Авенову. В Старожилово построили памятник Василию Михайловичу Головнину. И все это входит в морские традиции. Здесь в Верхнем городском саду тоже установили памятник Головнину Бюст. Да, и вот в последнее время клубом путешественников был установлен памятник Василию Михайловичу Головнину. Это такое знаменательное событие для Рязани. Вот сейчас мы боремся за то, чтобы именем Василия Михайловича Головнина назвали улицу в городе Рязани. Потому что у него 17 наименований в разных странах и точках мира названы его именем. А у нас в Рязани пока вот только есть аллея Василия Михайловича Головнина. И вот первый появился маленький памятник. Но все равно это очень здорово. Морские традиции крепнут. Школы одна за другой обращаются к нам и уважают нас и ждут, когда мы к ним придем. Вот 19-я школа Горды Марины. Они активно участвуют. 57-я школа. Сейчас на ее территории поставлен памятный знак в честь восстановления Крыма с Россией. Сейчас организуется и хотим организовать Севастопольский сквер в Железнодорожном районе. Вот. Так у нас вот такие традиции хорошие. Наши моряки с большим удовольствием посещают школы. У нас в гостях был Василий Николаевич Гришин. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!